Это очень сложно с такой суммой. 174 балла это очень мало. Это юнерская оценка. Ну а завершает вторую разминку Катарина Гербольд и Александр Энберт. Да, они были неубедительны в короткой программе. К сожалению, ребята, Катюша ошиблась на прыжке и были еще там по марке в элементах. Но такой вот у них был аванс, что они попали во вторую разминку. Я думаю, что сейчас они должны вернуть должок. Нужно кататься хорошо. Да, во вторую разминку попали на грани. Да, да. То есть сейчас нужно будет отдавать должок судим. Тройной подкрутки. Начинаю с тройной подкрутки, ребята. Тройной сальхов, двойной тулуп, двойной риттбергер. Справились, ребята. Они очень синхронно, но сделали хорошо. То есть этот прыжок как раз и не получился у Кати в короткой программе. А вот несинхронно. Ой-ой-ой, бабочка на выбросе. Не знаю. Ну, ребята сейчас пристраиваются. Они только-только начали работать с Олегом Васильевым. Я помню в нашем первом сезоне, то есть там вначале был тулуп у них первым прыжком, я ошибся. Сейчас вот они выполнили тройную сальпу. Мы с прыжковой частью справились. Вот. А у Олега Васильева мы тоже первый сезон. Вот у нас тоже была такая бабочка обидная на чемпионате Европы на выбросе. То есть там немножко есть нюансы в технике, к которым нужно привыкнуть просто. Им просто нужно время, чтобы сработаться с Олегом Кимовичем. И я думаю, что это хорошо, что это сейчас случилось здесь, на чемпионате России, а не где-нибудь там на чемпионате Европы или чемпионате мира. Конечно, за участие, в котором они будут бороться в следующем сезоне. То есть мне эта ошибка была очень знакома. То есть когда ты немножко не попадаешь в темп с партнершей, и получается вот такая. И вот второй выброс. Да, на две ноги делает Катя выброс. Да, сегодня в парном катании я могу сказать, что пока что меня порадовали только Федорова Мирошкин, который все еще остается лидерами по произвольной программе, но занимает третью строчку после по сумме двух. Но произвольную программу они выиграли пока что у всех. Я думаю, что Катя с Сашей тоже потерян один элемент. Хотя была очень хорошая прыжковая часть. Я думаю, что сейчас на поддержках Саша наберет, он тоже очень хорошо поддержки делает. Очень сильный, он высокий, очень сильный статный партнер. Я одно время вообще считал, что Сашка будет очень таким перспективным, очень сильным партнером, потому что он очень хорошо прыгает, очень рослый, очень хорошо делает поддержки. То есть я думаю, что как партнер это один из самых таких хороших партнеров у нас. Да, вот как в подтверждении действительно красиво исполненная поддержка. Да, уже в завершении произвольной программы. Саундтрек к фильму «Ангелы и демоны» взяли ребята для произвольной программы. Хорошо они смотрятся, вот если бы не эти ошибки. Да, ну конечно, по второй оценке они должны брать очень хорошую сумму, потому что программа была, то есть образ какой-то создан был. И в принципе катались ребята неплохо. В эмоциональном плане, да. И на фоне других они были быстрее, то есть не сдулись к концу программы, то есть старались, катались до конца. Я думаю, что сейчас их вторая оценка должна спасти. Ну они все равно, я думаю, будут выше, чем все остальные, потому что до этого, конечно, все программы были просто сорваны. Как говорится, у предыдущих пар. Ну вот они проигрывали после короткой Антиповой и Майсурадзе где-то в районе 4 с небольшим балла. Ну вот Олег Васильев, похоже, доволен. Или так трудно сказать? Ну, им, ребятам, нужно... Я не знаю, какие у них были цели на этот чемпионат, то есть как Олег Евгеньевич им озвучивал эти цели или нет. И поэтому, может быть, он доволен действительно проделанной работой. Мы же не знаем, как ребята тренировались, как ребята... Катя, я знаю, что восстанавливается после травмы, очень долго уже восстанавливается. И у нее была очень серьезная травма ноги. Да, это был тулуп, конечно же, тулуп перед бюрью. Но немножко в разноболе. Да, был немножко, так как у нас, говорят, горохом исполнен прыжок. Но вот здесь вот, конечно, Саша сорвал ее немножко рано, встал, вскочил ногами. Или Катя чуть-чуть была, то есть медленнее, чем это на тренировках. И, конечно, получилось, что не попали в темп ребята друг с другом. И только в одинарный прыжок получился. Был выброс. Ну и второй выброс тоже был не самым лучшим образом исполнен. А вот с поддержками все в порядке. Да, я говорил, что Саша, в принципе, не является для него проблемой. Поддержки четвертого уровня. Всегда с легкостью их выполнял. Для того, чтобы стать лидерами, им нужно набирать где-то в районе 115 баллов. Даже чуть-чуть меньше. Я не думаю, что будет 114, но 112, где-то 110-112 баллов должны набирать. Но вот, к сожалению, мы сейчас не можем ничего сказать о второй оценке, потому что... Видно, что в Санкт-Петербурге остаются проблемы с подкруткой у ребят, поэтому... Да, 112 баллов, то, что я и говорил, да. И в произвольной программе они уступают Федору Мирошкину, ну в общем... Ну и в сумме они занимают сейчас... Четвертое место. А они даже в общем проигрывают Федору Мирошкину. Обидно, обидно, я думаю. Мне за ребят обидно.